Итак, от мультиков детского мира мы перешагиваем во взрослый мир. Убийство. По новостям почему-то все время какие-то печальные новости. Как только их посмотришь, так только сразу загрузишься. Хорошая реклама. Смотрите новости. Там всегда какие-то ЧП. ЧП, ЧП, ЧП. Ну хотя и что-то хорошее тоже показывает. Мы сделали достижение. Смотрите, смотрите. Господи, я сейчас рожу. Ой, пукну. Круговорот в природе. Все, что выходит от человека, испаряется. А потом очищается, как бы, и в дождь все превращается. Потом все это опять пьем. Это круговорот природы такой. Кузя! Какие растелы? Есть ли разница плюнуть на асфальт или на растения, когда солнечно и засуха? Для растения, да. Для нас, нет. Но все уж бессмысленно. Почему бы не для растений сделать приятное? Может быть, тебе однажды тоже так хорошо будет? Кто-то поможет. Я родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на землю, где нашел много новых грузей. Как и ты. Так, с гусеницами показали. Добрые. Отлично. Главное, чтобы было пообъяснение. Что есть грустные гусеницы, злые, сердитые. А есть хорошие, добрые. Как вообще, длинные, их боятся. Ну почему их рисуют очень жирными? А бабочек, почему, если что они трансфорются с бабочками? На что у них будет откладываться? Полнота. Какая упитанная стрекоза вообще. Интересно, соблюдены ли пропорции природного мира и рисованного мультика? Пропорции головы и тела. Когда у ребенка впечатления складываются странные. Нужно, что перекормленность это нормально. Ему по отношению своих форм становится затруднительно решать что-либо. Я была на работе, потому что это просто как гром среди ясного неба. Совершенно неожиданно. В плане того, что, ну, эти три недели дети были в полной. И к земле Даниилом и без оглядки рванул на обгон пастрички. Его заслуживательно отправили на пиццов.